Здравствуйте, дорогие любители тяжелых наркотиков и крепких алкогольных напитков! Хотя вам и не к нам, а в наркодиспансер, все равно с удовольствием сообщаю, что в эфире второй, юбилейный выпуск телепередачи «Подпольная правда» Самые добрые программы о компьютерных играх во Вселенной. И я, главный подпольный правдороб, Глагол. Хорошо известно, что даже такая херня, как игровая разработка, требует денег. Особенно если игру разрабатывают по фильму... у меня тут рекламка висит... По фильму «Трансформаторы высокого напряжения». А, «Трансформаторы напряжения конца». А, фильм «Трансформеры» продержит вас в напряжении до самого конца. Увидев, что фильмец, собрав пылую тучу бабла, заморские акулы капитализма, недельку-другую понапрягали конец и выдали нам продукт его метаболизма под названием «Игра «Трансформеры». Надо сказать, в таланте разработчикам не откажешь. Потому что сделать из такой конфетки говно, это надо было постараться. Сперва нас полчаса подчут роликами, изображающими анимированные логотипы разработчиков. Промотать эти логотипы невозможно ни кнопкой «Эскейп», ни кувалдой. Потому как жалко. Ведь даже такая херня, как монитор, извините, тоже стоит денег. И, судя по всему, даже больше, чем ушли на разработки этих самых трансформаторов. Про графику молчу. В конце концов, не в полигонах счастья в их количестве. Хотя о серной текстуре почему-то ни того, ни другого не наблюдалось. Да и ладно. В конце концов, вы видели фильм? Нормально, посмотрите его еще раз. Потому что в самой игре вам придется гадать только об одном. Когда эта супка опять вылетит в дзин-ду-ру-ру. Никаких других особенностей лично я не обнаружил. Хотя нет. В версии для Xbox 360 эти трансформаторы тормозят, как два однополых лемура на случке. Хотя они... Я имею в виду, конечно, трансформаторов, а не лемуров. По количеству несущих плоскостей едва догоняют спичечный коровок. Вы уже имели дело с калоприемниками вроде Spider-Man 3 или жопа с ручки наносит ответный удар? Теперь, небось, думаете, что все знаете о кривом управлении? Забудьте все, что вы знали о кривом управлении. Потому что управлять трансформаторами – это все равно, что дрочить в присядку. Может быть, разработчикам не дают покоя лавры V и фитнес, и они решили озаботиться нашим здоровьем. Во всяком случае, если выбирать между поиграть в трансформаторы и дрочить в присядку, я бы выбрал в присядку. По крайней мере, и наебище, и на пляж. На этом «Подпольная правда» прощается с вами. Пишите, как обычно, на «Правда», конечно, «Собака», «GamesyFistTV.ru». И помните, игровую зависимость вылечить гораздо сложнее, чем алкоголизм. А женская игровая зависимость... ...ва... ...не лечится. Субтитры создавал DimaTorzok